Второй день переговоров лидеров Южной и Северной Кореи привел к подписанию декларации, которая была позитивно встречена в Вашингтоне. Президент Южной Кореи Мун Джей Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявили о готовности денуклеаризации. Ким Чен Ын, который обладает ядерным оружием и средствами доставки, среди прочего, заявил следующее. «Мы намерены работать над тем, чтобы на полуострове был мир без ядерных вооружений или ядерной угрозы». Кроме того, две Кореи согласились предпринять меры по уменьшению риска вооруженного конфликта, а также стремиться к экономическому и культурному сотрудничеству. Северная Корея пообещала разрушить полигон Кван-Дай, он же известен под названиями Тонг-Хэ и Мусудан, на котором испытывались баллистические ракеты и допустить на этот объект международных инспекторов. Президент Дональд Трамп, для которого встреча с Ким Чен Ын в Сингапуре стала одним из внешнеполитических триумфов, сперва опубликовал серию твитов с сообщениями о хороших новостях с корейского полуострова. Позднее он прокомментировал ситуацию перед журналистами. Мы получили очень хорошие новости о Северной Корее и Южной Корее. Они встретились и была прекрасная реакция. Я получил потрясающее письмо от Ким Чен Ына несколько дней назад. Как вы знаете, оно было доставлено три дня назад. Мы добиваемся потрясающего прогресса в отношении Северной Кореи. До того, как я стал президентом, казалось, что мы начнем воевать Северной Кореей, а сейчас у нас большой прогресс. Они вернули наших людей из заключения, они возвращают останки наших солдат. Много потрясающего произошло. Но самое главное, что нет ракетных испытаний и нет ядерных испытаний. Теперь они собираются совместно проводить Олимпийские игры. Очень много хороших вещей происходит. 25 сентября президент Южной Кореи Мун Джи Ин посетит Вашингтон и обсудит с президентом Трампом результаты саммита. Стоит добавить, что в 92, 94, 2005, 2007 и в 2012 годы Северная Корея подписывала различные международные соглашения, предусматривающие ее динокулиаризацию. На ее территории также работали международные инспекторы. Однако ни одно из подписанных соглашений не было выполнено, а инспекторы были высланы из Северной Кореи.